Добрый день господа геймеры, это Blackmore и темой данного ролика будет обзор на игру Grand Theft Auto San Andreas. Пожалуй, это одна из лучших GTA из всех когда-либо выпущенных, во многом потому что она до сих пор еще не превзойдена никаким другим игровым проектам. По многим параметрам, в том числе масштабности действия, ей равных нету даже среди жанра RPG. Под масштабностью я имею ввиду то, что действие игры происходит в штате San Andreas, который в точности копирует американский штат Калифорния, который существует и по сей день. Конечно, вы зададите вопрос, ну а как же Grand Theft Auto 4? Но дело в том, что Grand Theft Auto 4 во многом это скорее шаг назад. Ну, хотя бы потому, что там нету таких вещей, как фитнес или прокачка персонажа, ну и заканчивая тем, что действие там происходит в одном городе. Да и в целом GTA 4 имеет основное преимущество по техническим параметрам, таким как графика и физика окружения. Если говорить о транспорте, то здесь даже есть своеобразный RPG элемент. Скажем, чтобы легально управлять автобусом, то есть не автобусом, а самолетом, нужно пройти испытания школы авиашколы. И как только вы пройдете там все задания, вы получите право управления самолетом. Такие же правила действуют и для катеров. А своего персонажа вы можете сделать очень толстым или очень худым, жердяем или качком. Это зависит от того, насколько часто вы кушаете в забегаловке и занимаетесь в общественном спортзале. Подобное набовведение является своеобразным эксклюзивом внутри жанра песочницы и симуляторов отморозка, вроде GTA. Возревать игру по традиции начнем с сюжета, который происходит в Америке 1993 года, в Негритянском районе, куда возвращается Карл Джонс. Но давайте сначала вспомним, что такое 1993 год. 1993 год это эпоха, когда еще окончательно не успел уйти на лед предыдущего десятилетия, когда еще главенствовал хеви-метал, да и негры в те времена еще не ассоциировали с хип-попом и прочей подобной этому трихомугии. СССР к тому времени окончательно успел уйти на кладбище всемирной истории. Его бывшие граждане, перебивок, кое-как связывали концы с концами и пухли от голода. В Америке же в это время закончилась президентская кампания. Джордж Буш успел показать фотку, где Билл Клинтон лапой двух полуголых девах на фоне мавзолея Ленину. Ну, мы уж слишком что-то начали заговариваться. Давайте продолжим говорить об игре. Так вот, Карл Джонсон возвращается в свой родной Нью-Йорк, то есть, блин, Нью-Йорк. Нет, он возвращается из города Либерти-Сити, в котором промышлял гоп-топом и угоном автомобилей, в родной Лос-Антус, в свое родное гетто. Его встречают два его гориша, он узнает, что его мамашу прихлопнули, точнее, он приезжает, потому что его мамашу прихлопнули. Его встречают два офицера, грозят посадить его в тюрьму за убийство какого-то другого полицейского. Родственники встречают не очень тепло. Называют его трусом, нюней-предателем, да и просто мудаком. А его бывшие кореша из банды говорят, что он долго не продержится, сорвется и снова сбежит. К тому же он узнает, что его родная банда находится в глубокой жопе. Конкуренты из Лос-Антус-Балос, игро... и... как... Лос-Антус-Вагус. И начиная с этой чудесной ноты, наш приятель, за которого мы играем, начинает в банде приобретать авторитет. Начинает давить своих самых нелюбимых врагов-балосов, выполняет задания своих корешей. Вроде свозить их на точку, подорвать кочку, ну и прочую дрянь, в том числе и... Проще говоря, помогает им в ведении их традиционной хозяйственной деятельности. В том числе и гадим на стенах, расписывая их разномастными расписульками, украшающими улицы города, и которые городские службы просто заебываются стирать. А также врываемся в дома, мочим других негров, да и просто занимаемся обычными грязными делами. И вот вроде бы жизнь налаживается. Друзья начинают вас уважать, вы приобретаете авторитет в подступном мире, да и просто вас считают полноценным человеком. Но в это время вы узнаете, что два ваших кореша на самом деле продались ментам и работают на противоборствующую группировку. Они кидают брата главного персонажа, Свита, или, как это сказано в русской озвучке, сладенького. Русская озвучка, кстати говоря, мягко говоря, то есть не озвучка, а русский перевод, мягко говоря, неважный. Это хочется отметить. В том числе и на лицензионной версии игры. И это то, за что с вас тянет 500 рублей 1С, а перевод на пиратки за 100 рублей. И еще нельзя не упомянуть забавный момент. Дело в том, что во всем цивилизованном мире игра на ПК появилась в 2005 году. В России же это случилось только 5 лет спустя. А до этого честные геймеры, не имея возможности купить лицензию, играли в пиратку. Тем самым лишая разработчиков заработка. Но не будем о грустном. Помимо сюжетной кампании, имеются самые разные дополнительные задания. Я уже упомянул момент о порче государственной собственности. То есть усирании стен граффити, или как я их называю, расписульками. Так вот, в Лос-Антусе есть такая мини-игра. Нужно закрасить 100 расписулек противоборствующих группировок. Если в GTA Vice City мы собирали пакеты с наркотой, то здесь мы усираем госсобственность. Но это не единственный подобный квест. В Сан-Фьерро нужно сфотографировать 100 объектов. А в Лас-Вентурости собрать 50 подков. А по всему штату в водоемах спрятаны 100 сто или больше устриц. Я точно не помню, ибо игру проходил давно. Так вот, в игре всегда есть чем заняться. Помимо этого есть более традиционные для серии GTA мини-миссии. Здесь вы можете ощутить себя в шкуре пожарника, водителя скорой помощи. Здесь можно быть также таксистом, ленинистом, похуистом. Да не, про лениниста это я пошутил. Так как, к сожалению, компартии в GTA нет. К сожалению. А то было бы весело. А также нововведение. Вы можете ощутить себя самым настоящим сутенером. То есть развозить ночных бабочек на место их традиционной трудовой деятельности. Что довольно интересно. Да не просто интересно, да еще и познавательно. Помимо этого, здесь вы можете завести себе девочку. Есть не очень привередливые, то есть те, которые будут любить вас таким уродом, какой вы есть. А есть страшно привередливые стервы. Одним подавай качка, другим дистрофика, другим жертвяя, к другим надо приезжать на той-то машине, к другим надо хорошо стрелять. В общем, не соскучишься. Как я уже сказал, действие происходит в штате Сан-Андреас, аналоге штата Калифорда. В 1993 году. Для того, чтобы воспроизвести атмосферу Америки начала 90-х, Rockstar старательно провели анализ дизайна автомобилей того времени и сделали что-то вроде их пиратских копий. А помимо автомобилей и самолетов, здесь есть свои Subaru, здесь есть свои Honda, здесь есть свои Cadillac и прочие американские чемоданообразные автомобили 70-х годов. Обращаясь к РПГ-элементу, можно сказать, что здесь нашему герою можно сделать прическу. Начиная от бритой башки и ракеза, заканчивая прической Афы. А если вы сделаете вашему негру такую прическу, ему можно будет дать кликуху кудряшкостью. И с кликухой причесоном идти на диско-танцпо. Причесон обязывает. Что можно сказать про игровой мир? Можно сказать, что он живой. По сей день сложно назвать игру, в которой была бы такая оживленная атмосфера. По улицам ходят пешеходы, которые идут по своим делам. Машинки ездят по дорогам в разные направления и сворачивают то налево, то направо. Также здесь есть своя клубная жизнь. То есть можно зайти в какой-нибудь клубик и сплясать танцульку. Также можно сплясать танцульку со своей девочкой. Если она, конечно, у вас имеется. Но вертеть здесь вы можете не только свои задницы. В GTA San Andreas есть танцы на лоурайдерах. Поясню для тех, кто в танке. Лоурайдер это машина, у которой в подвеске встроена гидравлика, с помощью которой она может исполнять своеобразные танцы на лоурайдерах. Так вот, в данной мини-игре мы нажимаем на кнопочки, и машинка начинает плясать. И момент, которого не было в предыдущих играх, нет в современных, да и возможно и не будет. Здесь вы являетесь главарем, одним из главарей своей банды. То есть после достижения определенного уровня авторитета, вы можете набирать свой отряд отморозков и расширять территорию банды Гроу-стрит. Таким образом захватив весь город Лос-Антос. Таким образом вы станете истинным королем улиц. Ко всему прочему, вы здесь можете быть и бизнесменом. То есть покупать закусочные, взлетно-посадочные полосы, про взлетно-посадочную полосу, это ту, которую вы купите для Майка Торена. После прохождения его миссии, она начнет вам приносить прибыль. Отсюда мы делаем выводы, что здесь и самые разные самолеты и вертолеты, на которых можно летать, кататься, взрываться и вытворять трюки. Что доставляет немалое удовольствие. А для того, чтобы закрепить эффект, здесь для них существуют даже специальные мини-задания. А чтобы уж нам совсем не скучно было, Rockstar специально забабахали аналог зоны 69. Если вы не знаете, в Штатах есть такая специальная база, и ходят слухи, что там хранятся останки НЛУ. Так вот, если вы здесь зайдете в эту зону, получите звезды и пиздюлей от доблестной полиции. А можете наоборот взять танк и калашматить саму полицию. Что довольно весело. В целом, GTA San Andreas это отличная пародия на Америку начала 90-х, где вы играете за бравого афроамериканца, который не хочет работать, таких, какие показаны в фильме «Не грози южному централу». Но помимо того, что незаконченные распиздяи, они хотят вкусно жрать, сладко пить и хорошо спать. Что, в принципе, у них до определенного момента времени получается. Ну, конечно же, когда речь идет о компьютерной игре, нельзя не упомянуть и о технических моментах. Версию для PlayStation 2 я не играл, поэтому ничего путного о ней сказать не могу. А вот версия для ПК получилась, мягко говоря, сырой. На сладеньких компьютерах игра тормозила, и периодически случалось отключение звука, что впоследствии было, конечно, решено в специальном патче. И игра, порой, кстати, даже говоря, зависала. Но, как я уже сказал, позже выпустили патч, который решил основные недостатки, в том числе появилась полноценная поддержка разрешения 1080, что дало больше четкости картинки на экране. Сама графика в целом даже для своего времени передовой считаться не могла. Но давайте вспомним, что когда речь идет об играх жанра, к которому относится GTA, графика это самая последняя, о чем стоит думать. Не режет глаз уже хорошо. Игровая механика какими-то невероятными возможностями так же похвастаться не может. Но единственное, здесь мы, в отличие от Томи Версетти, из GTA Vice City можем плавать, нарезать круги с помощью воды вокруг штата. Чем можно нарастить те же самые навыки, скажем, выносливость. Помимо перечисленного, в игре есть еще очень много чего интересного. Но об этом рассказывать нет смысла. Увидите, попробуйте, когда поиграете сами. А от себя скажу, что в GTA San Andreas это шедевр. Непревзойденный и по сей день. Проще говоря, классика. А это был Blackmore. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Помимо...